Часто хвостатых в Мурдом приносят волонтёры или жители города, но есть и постояльцы с рождения. Такими стали три годовалые кошечки со смешным прозвищем «селёдки», которое им очень подошло из-за вытянутого и худого телосложения. Их мама попала в приют, будучи беременной, поэтому котята оказались там автоматически, переняв поведение. Мама у них была пугливая, поэтому мы её назвали «Яшмать», потому что как только мы приближались к ней и к маленьким её доченькам, селёдкам, она тут же начинала шипеть, и она передала такую манеру поведения своим девчонкам тоже, потому что они были очень пугливыми, они не шли на контакт, они пугались, то есть вот они всегда держались втроём, поэтому с ними было сложно взаимодействовать. Приручить и расположить кошечек удалось юным волонтёрам приюта. Они постепенно брали их на руки, пытались играть. Селёдки привыкли и стали больше доверять людям. Если взять кошечек в семью, им точно понадобится адаптация, поэтому будущие хозяева должны запастись лаской и терпением. Кошечки здоровые, то есть нас тоже некоторое время смущало, что они такие худенькие, мы поэтому сдавали им дополнительные анализы, по анализам у них всё хорошо, то есть у них, видимо, такое строение тела. Что ещё? Две кошечки, которые серенькие, они пока ещё не стерилизованы, но им это предстоит буквально в ближайшие пару недель, то есть с ними можно прийти, познакомиться и уже после стерилизации забрать, например. И третья кошечка, которая окрасом пошла в маму, потому что мама коричневатая, она уже стерилизованная, вот мы её как раз перевезли недавно, у неё потрясающие ореховые такие карие глаза. Все кошечки вакцинированы и обработаны. Селёдки подойдут в семью с маленькими детьми, составят им компанию в играх с условием, что какое-то время будут привыкать к новому месту. Выбрать и забрать к себе пушистого друга можно в приюте Мурдом. По всем вопросам обращайтесь по телефону плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один или пишите в группу «Приюта ВКонтакте». Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.